В эфире на Ульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте! Новый семейный домашний телеканал Башкортостана «Салям» пригласил Янаульцев на свою презентацию 17 декабря. Добрый вечер, дорогие земляки! Здравствуйте, уважаемые гости! В медийном пространстве Башкортостана произошло грандиозное событие. Появился новый республиканский круглосуточный телеканал «Салям». С сегодняшнего дня он начинает свое вещание в Янауле. Слышала про программу «Салям», но не настолько оно обширно, конечно, пока известно, но это где-то только по наслышке. Ну, а от этого канала я пока рекламу жду, что расскажут, очень интересно. Многие янаульцы к этому дню видели утреннюю программу «Салям». Отсюда и удивление. Теперь же «Салям» – это отдельный телеканал в республике, который начинает свое вещание и в Янаульском районе. С этим событием поздравил глава администрации района Ильшат Фазигатов. Мы являемся свидетелями того, что на территории нашего района заработает телеканал «Салям». Для местного обывателя это может быть сложно понять. Это не передача «Салям», это телеканал «Салям», в рамках которого в том числе будут вещаться передачи нашего Янаульского телевидения. Наш канал единый будет, он будет в «Саляме». А прелести цифрового вещания мы еще с вами будем постигать в дальнейшем, и это будет доступно, понятно в ближайшее время. И всем желаю приятного общения, хорошего вечера. В этот вечер все желающие могли передать привет всей республике, всем своим близким, родным и друзьям. Адаль Саляхов тоже передал «Салям» своим знакомым. Я желаю, что там будут новости просто показывать, разные традиционные праздники. И еще я хочу передать всем с наступающим Новым годом. Мы буквально завтра это все смонтируем, и у нас из разных городов, там где происходят у нас презентации, мы набираем эти поздравления, смонтируем, и они круглосуточно в межпрограммном пространстве у нас в эфире с телеканалом «Салям» идут. Они везде разные, везде интересные люди, ну, когда от души говорят, всегда интересно. «Салям» – семья местных телекомпаний. Об этом сказал в своем выступлении директор канала Рамис Давредбаев. Верле откроется конкурс на 22-ю кнопку, и мы надеемся, что на этой кнопке появится материал Янаульского телевидения. Спасибо, что пришли на нашу презентацию, и мы надеемся, что вы будете нашими постоянными зрителями. Я надеюсь, они порадуют вашими новыми передачами, новыми креативными делами. И решите еще раз поздравить вас и пожелать вам успехов. Спасибо, Ромис Розяпович. Я могу сказать только то, что включение канала «Салям» на нашей территории, в нашем районе – это большой новогодний подарок для всех нас. Спасибо большое. Праздник украсили своими выступлениями местные артисты и ухимские гости. Салям о нас! Салям для нас! Салям специально для зрителей подготовил ролик про свой телеканал. Ежедневно, по будням в полночь. Спектакли Башкирского академического драматического театра имени Мажита Гафури. Выступление за Нидина Янаульцем полюбилось уже летом. На встречу с Янаульцем и в этот раз он приехал не один. На самом деле, мне безумно приятно приехать. Второй раз уже в городе Наул. Я сюда приезжал летом на день города, на день молодежи. И я понял, что в Янауле живут очень активные молодежь, которые любят отдыхать, веселиться, танцевать. И сегодня я в этом только убедился, потому что весь зал просто встал и начал танцевать. Это было очень весело, очень круто. И мне хочется каждый раз приезжать в Янаул, для того, чтобы вместе потанцевать, вместе отдыхать, вместе ставить большие концерты. И на самом деле Янаул, мне кажется, такой прекрасный молодежный город, где живут самые веселые люди. Я вообще играю на 15 разных инструментах народов мира. Сейчас осваиваю еще другие-другие инструменты. Но на этом я не хочу останавливаться. Я каждый раз придумываю какие-то новые инструменты. из какого-нибудь тростника стараюсь делать инструмент, из трубочки, из разных трубочек делаю. Все, что под рукой. Все, что под рукой. И из этого я делаю инструменты, даже иногда просто беру и играю на пальцы. Я вот лично первый раз в этом городе. И для меня было приятно то, что люди разных возрастов, разных. Вот именно и дети были, и Латайдарда, и взрослые, они все. И все поддерживали, потому что мы стараемся делать музыку разнообразную, и современную, и на разных инструментах. Но приятно было то, что они поддерживают именно современную музыку. Всегда разные люди, всегда новые эмоции, новые зрители. И путешествия, это круто. Есть родственник нашего Курая, Борщевик. Сделать тоже несколько таких вот труб. Из них тоже получается своего рода флейта, как флейта пана. Я думаю, что вот в планах примерно такое. Ну, в любом случае, экспериментировать это интересно. Это нашел Занедина, и выступление решата не оставили равнодушным нашего зрителя. Занедина, и выступление. Традиционный межхозяйственный объезд ферм прошел 18 декабря. В этот раз делегация посетила 12 сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств нашего района. О результатах осмотра расскажет наш корреспондент Гульнара Сиддикова. Первый пункт остановки – агрофирма «Урада». По словам руководителя, этот год прошел достаточно успешно для хозяйства. В настоящее время по голове скота 650 голов, из них 300 дойных коров. Ежедневный надой порядка 4 тонн молока. Условия содержания скота соответствуют требованиям и нормам. Кормление рассчитывается таким образом, чтобы полностью обеспечить потребность коров в питательных веществах. В составе делегации – глава администрации района, заместители главы администрации по сельскому хозяйству, специалисты управления сельского хозяйства, работники ветеринарной службы, руководители сельскохозяйственных предприятий и главы крестьянско-фермерских хозяйств. Они ознакомились с ходом зимнего стоилого содержания скота, технологией кормления и санитарным состоянием животноводческих ферм, условиями трудоработников. Обсудили достигнутые результаты в хозяйствах за последнее время, а также проблемы, с которыми они сталкиваются. В этом году есть ряд фермерских хозяйств, которые не смогли участвовать в данном мероприятии. Однако, тут даже появились те хозяйства, которые в прошлые годы сказывались об этом мероприятии отрицательно. В этом году они все-таки пересмотрели свою точку зрения и решили принять участие, так как планируют сами участвовать в поддержках, республиканских поддержках, грантовых поддержках. И для более удачного прохождения в этих конкурсах хотят более досконально изучить, перенять опыт других хозяйств нашего района и более готовыми подойти к конкурсной программе. В целом, по району у нас ситуация стабильная. По сравнению с прошлым годом мы по надою молока, валом надою молока достигли уже уровень прошлого года за 11 месяцев. В планах по итогам года увеличить на 10-15% общий надой молока. Продуктивность коров тоже увеличивается. Поголовье коров стабильно сохраняется по целым, по району. А в разрезе сельхозпредприятий и фирмских хозяйств у нас есть увеличение поголовья крупнорогатого скота. Связано это с тем, что хозяйства более активно начали применять кормление, более грамотно уже считают свои финансовые расходы и понимают, что основной приход финансов идет от молока. И уже производят обновление стада, ввод нителей ежегодно обновляется за счет ввода и приобретения нового поголовья. Хороший задел из нителей у нас. Мы ожидаем, что они принесут нам в пределах тонны молока дополнительно. Надеемся на него. Ну и планируем, чтобы вот эта стабильность, которая сегодня есть в хозяйстве, чтобы она оставалась навсегда, как говорится, на долгие годы. Ну, много техники приобрели, обновили парк на 20 миллионов рублей. В общем, в этом плане тоже работаем, совершенствуем свое техническое состояние. На фермах берем передовые технологии, тоже кормим, покупаем добавки разные, чтобы коровы были сыты, здоровье хорошее у телят. Все направлено на это. Коллектив тоже, я считаю, формирован в нашем хозяйстве. Работа стабильная, специалисты есть. Мы сейчас все, как говорится, еще раз повторяю, автономно, стабильно живем. Есть и некоторые новшества в работе хозяйств района. В этом году в Якомашском подразделении общества с ограниченной ответственностью Победа реализуют проект, который позволит получить дополнительный доход от продажи не только молока, но и мяса. У нас откармливаются 249 быков породы Абердин-Ангус, которые мы привезли из Оренбургской области. Они у нас дают в сутки приблизительно 1,2 кг суток. Также у нас имеются телята джерсейской породы. В будущем, дай бог, мы будем от них получать 5,2% жирности молока. В этом году были, конечно, сложности на полях, потому что много дождя. Но в целом мы убрали в срок урожайности. Комбайн, дай бог, не подвели, работники тоже так же. И сено готовить в этом году было тяжело, конечно, но все мы вовремя сделали. По голове у нас сегодня варьируется до 955 голов. В общем, из них дойного у нас на сегодняшний день 154. Дай бог, увеличится после нового года до 170 ожидается у нас еще. Одна из главных задач объезда – обмен опытом. Не всегда взгляды участников на технологию кормления совпадали, и каждый из них обосновывал свой выбор предложенного рациона. Как отмечают участники совещания, за последние годы хозяйства значительно преобразились. Постепенно фермы оснащаются новым оборудованием. Идет реконструкция старых корпусов и механизация производства, что значительно облегчает труд работников. Увеличиваются надои молока, как одного из главных источников дохода. Ну и, конечно же, я прошу ребят, чтобы они оглядывались на промежуток времени, 10-летней давности, 8-летней давности, когда мы обсуждали вопросы оснащения наших ферм молокопроводом, охладителями молока, накопителями, охладителями. Сегодня об этом просто речи нет. Они 100% практически оснащены, и призывать, чтобы они это ставили, сегодня нет. Сегодня уже на мелочных вопросах, которые в том числе имеются по потере тех же кормов, где копейки считать нужно, которые, ну, копейка рубль бережет, об этом говорим. Где излишнее кормление, где чрезмерная упитанность коров, тоже это не дает высокое, хорошее молоко. То есть, та же корова должна быть, она среднеупитанная для того, чтобы хорошо молоко давала. И сегодня уже рацион кормления уже более грамотно обсуждается руководителями. Ну, радует. И качество кормов, естественно. Несмотря на то, что год был дождливый, вот по запаху, по виду корма, я бы сказал, отличный. По сравнению с прошлыми годами, значит, уделяется этому большое внимание. И радует то, что руководители видят свое продвижение вперед. Я не ставлю себя знатоком настолько животноводства, хотя некоторые познания есть уже, но когда уже специалисты, уже опытные руководители друг с другом спорят о необходимости в разных вариантах работы, это очень, по-моему, впечатляет. Вот здесь, в Востоке, только небольшой показатель, который заставляет задуматься. Количество коров в трех корпусах одинаковое. При этом в двух корпусах уже ремонт проведен в прежние годы, третий корпус еще не отремонтирован, микроклимат там хуже. И вот ежесуточно вот тот корпус имеет на 400 килограммов молока меньше. При тех же затратах рабочей силы то же самое производится. Вот это реальный показатель. Во время объезда они называют свои проблемы, в том числе, которые не решаются на уровне Министерства сельского хозяйства, на нашем районном уровне не решаются. Эти вопросы мы будем записывать, дальше продвигать решение этих вопросов на уровне республики в том числе. Будем напрямую Министру сельского хозяйства задавать эти вопросы. Есть вопросы, конечно, обещана одна сумма, или то есть процентные ставки по субсидиям на технику обещаны, но сумма, которая выделена республике, ее пока не хватило всем. Есть такие моменты. Будем продвигать вопросы. Это наша задача. Объезд ферм продолжался до конца дня, а главные его результаты покажут уже следующий год, когда на основании подведенных итогов встречи будет построена работа сельскохозяйственных предприятий нашего района. Кульнара Седдикова, Нил Сафин, Служба новостей, Янаульского телевидения. В каждой семье существует своя особенная атмосфера, свой индивидуальный внутренний мир. Еще ярче он становится в создании чего-то общего совместными усилиями. Семья Тимирбаевых из деревни Петровка уже многие годы в преддверии Нового года украшают территорию перед своим домом красочными снежными фигурками. Благодаря общим усилиям уже стоят узнаваемые фигурки главных сказочных героев, но работа не закончена. Тимирбаевы планируют успеть создать еще несколько фигур, главное, чтобы позволила погода. Как признаются, в этом году процесс идет сложнее, снега пока мало. В моей семье шесть человек. Это бабушка, мама, папа, я и мои две сестренки. Но в этом году мы решили создавать снежный городок. Это Дед Мороз, снегурочка, также символ года, хомяк или крыса, мышка. Также решили делать колобка, стену с Новым годом, побольше фигур. Каждый год мы лепим снежный городок, большой. Это наша традиция в семье. Каждый перед Новым годом выходим всей семьей, играем в снежки где-то с шести-пяти лет. А помню, мы уже выходили, помогали родителям затем. Но я училась от папы. У нас папа очень любит рисовать. Очень искусный, как художник. У него много очень фантазии. Помогаем ему, учимся от него. Когда люди проходят мимо дома, они говорят, очень красиво. Это как у вас так удается, хоть нынче мало снега, все равно что-то делаете. Осенний призыв подходит к концу, но работа военного комиссариата на этом не заканчивается. За время текущего призыва выявлено 12 уклонистов. Возможно, эти юноши совсем не понимают, что за пренебрежение воинской обязанностью законам предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. На этой неделе сотрудники военкомата выходят в рейды, разыскивая молодых людей, подлежащих призыву, но уклоняющихся от нее, не имея на это законных оснований. Помогают им представители управления, образования и полиции. Рейды в составе военного комиссариата, личным составом военного комиссариата проводятся регулярно по тем, кто не был оповещен, кто уклоняется от военной службы призыва. Вот в этот раз решили привлечь и прессу, и полицию. Иногда по некоторым адресам приходится каждый призыв совершать, грубо говоря, вылазки. Последнее занятие проекта Центра социального обслуживания населения «Альтаир» «Золотые руки» прошел в среду 18 декабря. Подробности у моей коллеги Резиды Новокрещеновой. Руководителям кружка дизайн-студии было предложено рукодельницам выполнить меди-миксную картину. В этой смешанной работе могут применяться те вещи, которые вышли из строя. Старые тюли, замки, пуговицы и многое другое. Те, кто посещает кружок не первый год, ведут себя увереннее. Многими работала я уже второй год. Они уже более чувствуют, что с опытом пришли. Ничего не забыли, что я им в том году преподавала. А в этом году, которые пришли новенькие, они немножко затрудняются. Но с первого урока до моего сегодняшнего урока они уже что-то приобрели для себя. Не все рождаются с фантазиями. В основном, вот такие маленькие картины уходят. Можно сделать одно занятие за два часа. Если у человека большое такое хорошее фантазийное воображение. А если человек затрудняется, один-два урока. Выходил на заслуженный отдых. Хочу сказать, что одиночество гасит людей, гасит активность людей. А мы предоставляем возможность им общаться, меняться своими какими-то идеями. В процессе работы они всецело отдаются своей работой. Мы наблюдаем, я уже наблюдаю с самого первого вида. Вот они начинали с самого начала, у нас еще с сентября работать. Можно посещать наш клуб. Видно, что люди с первых дней, все целы, значит, они, во-первых, очень дружно общаются друг с другом. У них создана группа в WhatsApp. Участницы проекта «Золотые руки» не ограничиваются работой в кружке. Многие из них продолжают занятия и дома. Занимаюсь сама, и детей, и внуков тоже привлекаю. Еще шью кукол Тильда. Мы раньше проходили в Алтаире, это был 17-18 год. Потом рождественские венки делаю, рождественские гирлянды. Как только услышала от знакомой, сразу записалась. С удовольствием хожу. Работа одной участницы не похожа на другую. Этим самым и будет интересна каждая картина. В детском саду номер 16 «Родничок» сегодня было особенно жарко, весело и шумно. Здесь открылась музыкальная шкатулка. Как бы хотел я нарисовать мечту. На конкурсе активно принимали участие и городские, и сельские воспитанники детских садов. Сегодня в нашем детском саду проходит конкурс «Музыкальная шкатулка», который посвящен столетию дошкольного образования Республики Башкортостан. Будут звучать песни нашего детства, песни из программного содержания нашей основной образовательной программы. Такое мероприятие проводится у нас в первый раз. Мы приехали из деревни Барабановка, это группа дошкольного образования, которая находится в себе. Группа «Малыш», а сами мы принадлежим детскому саду «Хояшкай» и «Стяк». Наша группа сегодня будет петь песню «Песенка друзей», веселую песенку по словам Акимова и музыке Керчика. Мы участвуем в основном в конкурсах «Стяка». В нашем садике недавно прошла Олимпиада «Знатоки», где тоже наши детки участвовали. Скоро Куба-Гагарина, участвуем ГТО. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ты сидеть умеешь, ты моя Россия, не разручка с нами, нет, Россия наша, это я с друзьями. Солнце светит, ветры дуют, ливни лются над Россией, в небе радуга цветная, нет земли красивей. По кулачкам гулять, слежать, лапки посыпать, а на деревянке, жорчие девятки. Ку-ку-ку, ку-ку-ку-ку, михаричем далеко, лапками крикните, тетяшки везите. На импровизированную сцену Алим Галявов выходил несколько раз в разных образах. Песня «Маленького принца» еще люблю. И гуси тоже. Ну, песню выбирали мы недолго. И готовились мы, ну, очень хорошо готовились. Конкурсом «Музыкальная шкатулка» мы завершаем празднование нашего столетия дошкольному образованию. Масса мероприятий была проведена, и вот это как бы заключительное мероприятие, конкурс детского творчества «Музыкальная шкатулка». Чем он отличается от других творческих конкурсов? Что здесь обязательное условие использования произведений именно программных, то есть, которые содержатся в репертуаре программы дошкольного образования. Вот, если вы успели заметить, здесь песни, может быть, немножечко примитивные на сторонний взгляд, но, тем не менее, это те песни, которые мы должны изучать в каком-то определенном возрасте в детском саду. На суд жюри были представлены русские, удмуртские, башкирские и татарские песни. Каждый коллектив постарался показать свои наилучшие номера. Мы стрелой несемся вниз, эй, здоровьись, дорогись, мир, и сад, и на бабу, все, как хочут, все, свиньи. Награждение победителей и призеров школьной лиги «Кэсбаскет» муниципального этапа провели 18 декабря. Медали, кубки и дипломы из рук начальника управления образования района Эльвиры Шаиховой получили баскетболисты шести команд. Чемпионы среди юношей в этом году – команда школы имени Радика Гореева, серебро у четвертой школы – бронза у лицея. Команда баскетболисток из гимназии имени Ирика Муксинова – победители среди девушек. На втором месте – команда школы имени Радика Гореева, на третьем – лицей. Победители муниципального этапа уже выступили на зональных соревнованиях, где завоевали серебряные медали и право участвовать в финале. Он состоится в январе наступающего года в городе Благовещенск. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжат мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.